В горах Дагестана можно разводить не только овец и коров, но и рыбу. В Хунзахском районе вот уже три года работает форелевая ферма. В хозяйстве уже 70 тысяч мальков и 22 тысячи взрослых особей. Насколько успешно удается вести дела рыбоводам в Кацатле, узнавала Карина Баталова. Ей слово. Горы, солнце и чистый воздух. Вот уже несколько лет здесь, на берегу Аварской кайсу, находится форелевое хозяйство. Горные реки для этой, как ее еще называют, царской рыбы – лучший дом. В 17 лет этот бизнес создавался методом проб и ошибок. Несколько раз менялись локации, ведь для рыбы важно выдерживать температурный режим. В итоге бывший бухгалтер Анкалав и его напарник остановились на двух хозяйствах. Одно близ Кизелюрта, другое здесь, в горах. Холодная родниковая вода отлично подошла форели. Для разведения малька нужна чистая родниковая вода. И вот исходя из этого мы попали сюда. И заодно небольшой понтон поставили. Здесь мы можем производить до 20 тонн товарной форели. И малек форели до 100-120 тысяч. В хозяйстве выращивают форель с икринок, которые покупают в Адлере. Чтобы превратиться из икры в этих подвижных небольших созданий, малькам понадобилось 3 месяца. Уже через год они станут взрослыми особями, весом более полкилограмма. Мальки выглядят очень милыми и маленькими. У меня возникает непреодолимое желание их потрогать. Но этого делать нельзя, потому что температура их тела около 18 градусов, а тело человеческого 36. И мои прикосновения могут быть им очень неприятны. За счет красивой переливающейся чешуи такую форель называют радужной. Помимо нее в хозяйстве есть и иностранцы. Это калифорнийская золотая форель. В этом бассейне где-то тысяча золотистой форели. Это та же форель. Форель подразумевается на 7-8 видов. Это один из гибридов обычной форели – золотистая форель. С каждым годом зима в этих краях становится мягче, что больше радует фермера. Ведь вода не покрывается льдом и в так называемых садках не нужно делать проруби. В целом форель – хладолюбивая рыба и в этот сезон чувствует себя отлично. Но стоит летом температуре воды стать выше 22, и смерть неминуема. Но здесь радужной форели это не грозит. В этом садке находится уже взрослая радужная форель. Ей около полутора лет, она в товарном виде. Кормят ее один-два раза в день. Причем корм без каких-либо химических добавок. Здесь костная мука, кровяная, пшеничная и так далее. Сегодня российские производители обеспечивают лишь 15% объема потребляемой форели. Спрос однозначно есть. А колав это тоже понимает. Поэтому в планах фермера – лишь расширять свой бизнес. Кирина Баталова, Гаджима Комедов, Новости, ННТ, Хунзахский район.